Меня зовут Кабелина Лариса Александровна, я доцент в кафедре адвокатуры МГУА имени Кутафина, я член Палаты экспертов имени Корухова Судекс, то есть эксперт-психолог, и сегодняшняя тема наша с вами это судебно-психологическая экспертиза детско-родительских отношений. Ежегодно в России более 600 тысяч детей переживают развод родителей, и все чаще дети становятся предметом спора между родителями. Специалисты прогнозируют увеличение количества разводов после выхода из самоизоляции, после окончания карантина. Поэтому предполагаю, что эта тема станет еще более актуальной в ближайшее время. Поэтому мы сегодня с вами достаточно подробно поговорим о различных навыках, которые вам пригодятся при работе с заключением судебно-психологической экспертизы. Вообще говоря, существует несколько форм участия специалистов-психологов в спорах о воспитании. Какие это основные формы? Это, во-первых, конечно же, выполнение судебно-психологической экспертизы и написание по ее результатам заключения. Далее, возможно, подготовка и написание заключения специалиста. Это другая форма участия специалиста. И также возможен допрос специалиста в суде или допрос эксперта в суде. И, кроме того, вы можете проконсультироваться у специалиста-психолога. Например, он может помочь вам, скажем, составить список вопросов с экспертом. Или помочь оценить выполненную уже экспертизу судебно-психологическую. Обратить внимание на какие-то слабые места. Может быть выполнена рецензия на заключение судебно-психологической экспертизы с тем, чтобы, например, показать ее недостаточную научность, неполноту, необоснованность выводов эксперта. Ну и по каким-то другим еще вопросам также вы можете получить консультацию специалиста. Но, конечно же, в ряду этих различных видов использования специальных психологических познаний в деятельности адвоката по детско-родительским отношениям, использование заключений, экспертиз, это основная форма. Чего там говорить? Конечно же, в судах с большим уважением относятся именно к заключению экспертизы. И часто в обосновании своего решения кладут именно заключение выводов экспертов. И нам нужно с вами понимать, что специальные психологические знания получаются в результате специальной профессиональной психологической подготовки. И это очень важная такая деталь, потому что иногда адвокаты считают, что они обладают специальными психологическими познаниями в области психологии. Иногда так считают, скажем, психиатры, что они обладают специальными психологическими познаниями. Бывает так, что педагоги считают, что они обладают специальными психологическими познаниями. Я обращаю ваше внимание, что специальные психологические познания – это те знания, которые получены в результате специальной профессиональной психологической подготовки. И они внедрены в практику судебной экспертизы. То, что я сейчас вам говорю, записано в стандарте, в национальном стандарте судебно-технологической экспертизы, который утвержден в 2016 году и действует сегодня в нашей стране как такой важный документ. Далее. Мы сегодня будем говорить с вами о трех основных навыках, которые необходимы адвокату при работе с судебно-технологическими экспертизами. Это навыки формулирования вопросов, навыки оценки заключений экспертиз и навыки допроса экспертов-психологов в суде. Но самым главным я, например, считаю навык формулирования вопросов. И чтобы о нем говорить предметно, нужно понимать, что является объектом судебно-технологической экспертизы. Объектом судебно-технологической экспертизы является психическая деятельность. Подэкспертного в юридически значимый период. Что такое юридически значимый период? В уголовном процессе это докриминальная, криминальная и посткриминальная стадия. В гражданском процессе это досудебная, судебная и постсудебная стадия. Предметом судебно-технологической экспертизы являются фактические данные о закономерностях и особенностях протекания и структуры психической деятельности человека. При этом, когда мы говорим о судебно-технологической экспертизе, то есть смысл сузить объект и предмет. И объектом судебно-технологической экспертизы по детско-родительским отношениям являются ребенок или дети, если в семье несколько детей. Это родители, отец, мать, воспитатели, усыновители и так далее. Это детско-родительские отношения. Обращаю внимание ваше на этот пункт, потому что иногда юристы думают, что если исследован ребенок, если исследованы его родители, бабушки, дедушки, скажем, то исследованы детско-родительские отношения. Это не так. Детско-родительские отношения – это отдельный объект судебно-технологической экспертизы. Он должен специально быть исследован. Далее объектами судебно-технологической экспертизы являются отношения между членами семьи, например, между матерью и отцом, между братьями, сестрами, ситуация развития и так далее. Материалы дела, содержащие фактические данные. Предметом судебно-технологической экспертизы по детско-родительским отношениям является выявление имеющего правовое значение вреда психическому здоровью ребенка вследствие его проживания или вследствие его общения с одним из родителей. Потому что иногда один из родителей утверждает, что проживание или общение с другим родителем ребенка причиняет ему вред ребенку. Что он после этого, скажем, находится в каком-то особым психическом состоянии. Он беспокоен, он нервничает. Он считает, родитель считает, что это плохо сказывается на его развитии. И это может быть исследовано экспертами-психологами. С другой стороны, необходимо бывает выявлять действительные интересы истца, ответчика и ребенка. Скажем, мотивы поведения их, особенности личных детско-родительских отношений. Потому что бывает так, что заявленные мотивы родителями, вслух озвученные ими, не соответствуют истинным, действительным мотивам. И это не всегда происходит из-за того, что родитель намеренно лжет. Это бывает иногда неосознанно. То есть истец, ответчик может даже и не осознавать, что на самом деле им движет месть. Или, скажем, материальные выгоды какие-то в случае получения алиментов на ребенка. Декларирует при этом такой родитель то, что в первую очередь его интересуют, конечно же, интересы ребенка. Итак, наш план сегодня вебинара следующий. Мы поговорим о формулировании вопросов, потому что правильно заданный вопрос, грамотно сформулированный вопрос, это залог получения ответов, которые подтверждают вашу правовую позицию. Далее мы поговорим с вами об оценке заключений судебно-психологической экспертизы. Иногда у адвокатов есть иллюзия, что достаточно легко оценить заключение, потому что эксперты-психологи используют в них термины общежитейские. Они говорят о памяти, о мышлении пишут, об эмоциях. И, казалось бы, каждый из нас знает, что это такое, что такое память, что такое мышление, что такое эмоции. Однако эти знания наши с вами являются общежитейскими, а не специальными психологическими. Поэтому я предложу вам некоторую схему оценки заключений судебно-психологических экспертиз, руководствуясь которой, вы сможете, не прибегая к консультации специалиста-психолога, я прекрасно понимаю, что не у каждого есть такая возможность, достаточно быстро оценить качество выполненной экспертизы. И третье, на чем мы остановимся, это на допросе эксперта-психолога. Это достаточно сложная задача для адвокатов, потому что эксперт в допросе в суде находится на своей территории, он оперирует научными знаниями, которые получены им в специальном процессе специальной подготовки, а адвокат вступает на чужую территорию, скажем так. Он начинает спрашивать о том, в чем он, может быть, не до конца разбирается. Иногда адвокаты привлекают специалистов-психологов для того, чтобы они помогли им провести допрос эксперта. Это тоже возможно и достаточно эффективно, но, опять же, не каждый адвокат может себе это позволить, поэтому я расскажу, как вы можете самостоятельно это сделать. Итак, начнем по порядку. Поговорим о формулировании вопросов эксперту, психологу судебно-психологической экспертизы. Итак, для этого нам нужно четко с вами понимать пределы компетенции судебно-психологической экспертизы. И я сейчас предложу вам алгоритм действий. Выполняя последовательно эти действия, вы сможете составить оптимальный список вопросов экспертам-психологам по детско-родительским отношениям, как, впрочем, и по другим видам судебно-психологической экспертизы. Это достаточно универсальный такой алгоритм. Что нужно сделать в первую очередь? Первое, что вы делаете, это отделяете вопросы психологические от вопросов правовых. Экспертам могут быть заданы только вопросы психологические. Например, вопрос определения режима общения ребенка с отдельно проживающим родителем не входит в компетенцию судебно-психологической экспертизы. Хотя довольно часто адвокаты прямо или косвенно просят, чтобы в заключении экспертизы было указано примерно следующим образом, что с отцом или с матерью отдельно проживающей ребенку можно общаться только два часа в неделю, по выходным в присутствии другого родителя или в какой-либо другой форме. Это вот такие конкретные рекомендации. Это выход за рамки компетенции, это вопрос правовой. Суд определяет режим общения, поэтому сразу такие вопросы убираем. Мы их не задаем. Или вопрос о том, с кем из родителей, учитывая интересы ребенка, ему лучше проживать. Это вопрос, который тоже должен решить суд. Это правовой вопрос. Поэтому такой вопрос мы не задаем. Второй шаг, второй момент – это мы отделяем вопросы психологические от вопросов психиатрических. Психология и психиатрия – это самостоятельные области знаний, науки. И каждый из них имеет свой предмет. К сожалению, у нас часто путаются психология и психиатрия. И адвокаты иногда путают судебно-психиатрическую и судебно-психологическую экспертизу. Однако психиатрия – это отрасль медицины. Она изучает нарушения в нервной психической деятельности и разрабатывает методы их лечения и предупреждения. Психиатрия изучает патологические состояния в своем большинстве случаев. Исследования психической деятельности в норме не относятся к предмету изучения психиатрии. Этим занимается психология. Психология – это наука о психике, психических явлениях. И главным образом психология изучает психику нормальных людей, психически здоровых. Хотя, конечно, есть некоторые точки пересечения. То есть, конечно же, есть такие пограничные состояния, которые могут быть обследованы и психологом, и психиатром. Но вы должны понимать, что, например, психолог не ставит диагноз или не назначает лекарства лечения. Тогда как психиатр, если он обследует психически здорового человека, он выходит за рамки компетенции, если говорит, например, о его памяти, мышлении, особенностях. Так, например, по делу о сектантах были обследованы 30 детей на предмет особенностей психического развития, на предмет того, как нахождение в секте повлияло на психику детей. И в своем заключении они написали, что дети обнаруживают пугливость, замкнутость, эмоциональную неустойчивость и так далее. При этом никакого психического заболевания не обнаружено. И если дети здоровы, психически здоровы, то совершенно непонятно, почему их исследовали психиатры, или только психиатры. Безусловно, психологи должны были обследовать этих детей. Психолог не является специалистом в области психиатрии, а психиатр не специалист в области психологии. Я должна пояснить, почему в нашей стране произошло вот это смешение компетенций психологии и психиатрии. Дело в том, что судебно-психологическая экспертиза появилась в нашей стране в начале 20 века. И в 30-е годы была запрещена, тогда же, когда была, например, запрещена генетика. Потом она была восстановлена, экспертиза, примерно в 70-е годы. Этим занималась лаборатория НИИ укрепления законности и правопорядка. При прокуратуре, тогда еще СССР, под руководством Михаила Михайловича Коченова. В 77-м году вышла его работа, посвященная судебно-психологической экспертизе. И вот с того момента началось возрождение судебно-психологической экспертизы. То есть был перерыв, примерно 40-летний, когда экспертиза судебно-психологическая вообще не проводила. Скажите мне, пожалуйста, вопросы психологического содержания продолжали оставаться? Они возникали у юристов? Конечно, возникают. А кто их решал? Их решали либо сами юристы, руководствуясь своим жизненным опытом или своими профессиональными знаниями, либо их решали психиатры. Очень часто вопросы психологического содержания решали психиатры. И те, кто получил образование в эти годы, до конца 70-х годов, они вообще даже не изучали юридическую психологию. Ее не было в программах юридических вузов. Она не преподавала. Поэтому совершенно естественно, что некоторые судьи, например, сейчас путают экспертизу психологическую и психиатрическую. И по инерции продолжают задавать психиатрам вопросы психологического содержания. И часто необоснованно назначают комплексные психологи психиатрические экспертизы, когда нет абсолютно никаких для этого оснований. То есть нет оснований полагать, что имеется отклонение психическое у ребенка или у одного из родителей. И с чем еще я сталкиваюсь, с каким еще следствием вот этой проблемы я сталкиваюсь, как иногда рецензент заключения судебно-психологических экспертиз. Я беру в руки это заключение и обнаруживаю, читая вопросы, что, скажем, один из пяти вопросов задан психиатром. То есть, например, имеется ли какое-то психическое отклонение у подэкспертного, у ребенка или у родителя. Остальные четыре вопроса, предположим, заданы психологу. То есть речь идет, например, о действительном отношении ребенка к родителю или об отношении родителя к ребенку и так далее. При этом текст экспертизы, заключение экспертизы, ну, на семь восьмых состоит именно из текста, составленного психиатрами. И на одну восьмую состоит из той части, которую написал психолог. Хотя, если исходить из тех вопросов, которые были заданы экспертам, должно бы было быть все наоборот. Да, совершенно очевидно при этом, что вопросы психологического содержания в таких экспертизах часто решаются поверхностно, неглубоко. Кроме того, нередко эти экспертизы проводятся в медицинских учреждениях, в психиатрических больницах, центрах и так далее. Далее, следующий шаг, третий. Нужно определить методические ограничения судебно-психологической экспертизы. Дело в том, что они также имеют место быть, об этом тоже не нужно забывать. Например, вопрос о перспективах проживания ребенка с конкретным родителем не имеет экспертного решения. Поскольку не существует на сегодняшний день, да я сомневаюсь, что вообще когда-нибудь такая методика появится, которая позволит учесть все существующие и возможные факторы, которые появятся в будущем и повлияют на психическую деятельность ребенка. То есть когда задается вопрос о том, с кем из родителей лучше проживать ребенку. Иногда добавляют, с кем из родителей с психологической точки зрения благоприятнее и лучше проживать ребенку. Предполагается, что оценивается будущее. Но мы не можем прогнозировать, не можем определить, как сложится жизнь родителя через год, через три года, через пять лет. Выдет ли, допустим, мама ребенка замуж повторно, родятся ли у нее дети в другом браке, и какие будут взаимоотношения между отчимом и ребенком или между сводными братьями и сестрами. Может быть, женщина решит уехать в другой город или даже в другую страну. И как это отразится на качестве жизни ребенка, мы не можем определить это. Это просто такими методическими возможностями психология, как, собственно, никакая другая наука не обладает. Поэтому в такой формулировке вопрос не может быть задан. Вместо него можно задать другой вопрос. Например, какие психологические факторы говорят в пользу проживания ребенка с отцом или матерью, или каковы с психологической точки зрения преимущества, недостатки, плюсы, минусы проживания ребенка с каждым из родителей. Обратите внимание, в данной формулировке вопрос задается о настоящем времени. То есть речь идет о том, вот на сегодняшний день, как обстоят дела. И речь идет о том, чтобы указать и психологические плюсы, преимущества, и минусы проживания с тем или иным родителем. И далее, четвертый шаг. При определении компетенции судебно-психологической экспертизы я рекомендую не задавать экспертам вопросов, не требующих специальных знаний. Приведу пример. Скажем, вопрос, оказывалось ли матерью на дочь психологическое воздействие в период их совместного проживания, вот этот вопрос, он не требует специальных знаний. Ни психологических, ни каких-либо других. Потому что психологическое воздействие оказывается повсеместно. В процессе общения, в процессе коммуникации, взаимодействия. Даже неосознанно оказывается воздействие. И уж тем более, педагогический процесс, процесс воспитания невозможен без психологического воздействия. Поэтому этот вопрос, он не требует никакого исследования. Нужно проводить исследование, чтобы сказать, что да, оказывалось. Безусловно. Но я-то предполагаю, что когда, скажем, адвокат формулирует такой вопрос, ставит такой вопрос перед экспертами-психологами, то он, скорее всего, имеет в виду, скажем, негативное психологическое воздействие. Или он имеет в виду психологическое воздействие, в результате которого у ребенка сформировалось негативное отношение к родителю, который проживает отдельно. Или еще что-то. Вот значит, так вопрос и должен быть сформулирован. Он должен быть сформулирован очень четко и конкретно, и так, чтобы он требовал использования специальных психологических познаний. Да, вот это вот обязательно необходимо учитывать. При составлении списка вопросов экспертам-психологам. Ядром правового регулирования семейных споров является интересы ребенка. Их постановление от 4 июня 1997 года, номер 9, о применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, расшифровано это понятие. Там записано, что под интересами ребенка следует понимать обеспечение условий, необходимых для его полноценного физического, психического и духовного развития. Конечно, в то же время, безусловно, необходимо учитывать интересы и матери, и интересы отца, не нарушать их права. Но рассмотрим, как выясняются судом интересы ребенка, то есть какие существуют способы выяснения судом интересов ребенка. Ну, первый способ это, когда в суде ребенка старше 10 лет спрашивают, с кем из родителей он хотел бы остаться жить. И это, ну, такой достаточно распространенный способ выяснения судом интересов ребенка. Далее, опрос в суде родителей и свидетелей помогает суду также определить интересы ребенка. Заключение органов официй и попечительства тоже помогает выяснить подлинные интересы ребенка. Ну и, конечно же, судебно-психологическая экспертиза, заключение судебно-психологической экспертизы, или заключение специалиста, тоже может помочь сделать вывод о том, что же является интересами ребенка. Однако я хотела бы обратить ваше внимание на особенности мнения ребенка старше 10 лет, когда его спрашивают о том, где он хотел бы проживать. Представляется, что это достаточно драматичная ситуация, когда в суде ребенка просят сделать выбор между родителями, между отцом и матерью. И этот выбор, он может привести к ухудшению его психического состояния, и последствия этого выбора могут лечь на его плечи тяжелым ощущением вины перед тем родителем, которого он не выбрал в суде. Не исключено, что он будет жалеть об этом, когда вырастет, и будет испытывать перед этим родителем чувство вины. Во всяком случае, как психолог, я могу сказать, что, конечно, это может причинить определенную травму ребенку, чувствительному ребенку. И как-то это не совсем, на мой взгляд, вот этично, что ли, спрашивать ребенка в суде во всеуслышание просить его заявить свой выбор. Далее. Дело в том, что в силу недостаточного опыта ребенок не всегда может определить свои подлинные интересы. Да? То есть мнение ребенка не всегда осознается им полностью. он может думать, что это в его интересах, а на самом деле, если объективно взглянуть на ситуацию, проживать с тем или иным родителем, совершенно не в его интересах, если говорить по полноценному психическому развитию ребенка. И третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, дело в том, что в силу возрастной внушаемости мнение детей не является полностью самостоятельным. Во многом оно определяется установками взрослых, с которыми он в этот момент проживает. Да, не секрет, что родитель, с которым проживает ребенок, перед судом особенно, понимая, что предстоит опрос ребенка в суде, особенно старается угодить ему, дает различные обещания, выполняет все его пожелания, да, лишь бы ребенок в суде выбрал его. И хорошо еще, если этим ограничивается, а то еще и начинает оказывать воздействие с тем, чтобы сформировать негативное отношение к другому родителю, который проживает отдельно, да, начинает на него что-то там наговаривать. И вот в силу этих обстоятельств, вот мнение ребенка старше 10 лет, оно не всегда, конечно же, объективно. И посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, на эту диаграмму, на ней изображено соотношение того мнения, которое ребенок высказывает в суде и выявленного в результате экспериментально-психологического исследования истинного отношения к отдельно проживающему родителю. То есть оно не всегда совпадает, далеко не всегда совпадает. Исследования показали, что высказываемое ребенком негативное отношение к отдельно проживающему родителю при экспериментальном психологическом исследовании не подтверждается в 28% случаев. 93,5% детей высказывали в суде позитивное отношение к родителю, с которым проживали. При этом экспериментально-психологическое исследование подтвердило наличие устойчивой привязанности только у 81% детей. То есть то мнение, которое ребенок декларирует, далеко не всегда соответствует истинному мнению. И также я хочу привести пример того, как иногда ребенок не осознает свои подлинные интересы. Так, например, в Новочеркасском городском суде Ростовской области при рассмотрении спора об определении места жительства ребенка было выявлено мнение несовершеннолетней, которое пояснило, что хотело бы проживать с матерью. Однако место жительства судом было определено с отцом. Исследовав обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что мнение несовершеннолетней противоречит ее интересам, так как желание проживать с матерью обусловлено отсутствием контроля за ней со стороны матери. И предоставленная вот эта свобода матерью граничит с безнаказанностью, с безнадзорностью, что в дальнейшем может привести к асоциальному поведению. И суд, вот в данном случае, получается, не учел мнение ребенка, высказанного им желания проживать с матерью. Принял решение в пользу отца. Какие типовые вопросы задаются экспертам в судебно-психологической экспертизе? Вот на этом слайде вы можете их увидеть. Каковы индивидуальные психологические особенности ребенка или какой уровень особенностей психического развития ребенка? Далее, каково действительное отношение и привязанность ребенка к каждому из родителей или к другим членам семьи? То есть здесь важный момент, обращаю ваше внимание на то, каково действительное отношение. Мы только что с вами выяснили, что оно не всегда соответствует декларируемой. Каковы индивидуальные психологические особенности отца и матери? Каков их стиль воспитания? При ответе на этот вопрос может выясниться, например, что стиль воспитания патологизирующий. Патологизирующий стиль воспитания оказывает негативное воздействие на психическую деятельность ребенка. Следующий вопрос. Каково действительное отношение и привязанность родителей или других членов семьи к ребенку? Потому что декларируемое ими мотивировка не всегда соответствует действительности. Почему именно они хотят, чтобы ребенок проживал с ними? Также нередко задают вопрос, оказывает ли индивидуально-психологические особенности отца матери негативное влияние на психическое состояние и развитие ребенка. Я иногда спрашиваю адвокатов, когда вживую читаю лекции, то говорю, а где вы берете вопросы, которые формулируете перед экспертами-психологами? Куда вы их берете? И чаще всего адвокаты говорят, ну, смотрим судебную практику. Это плохой источник вопросов. Я настоятельно не рекомендую вам обращаться к судебной практике вот для этого. Потому что она изобилует вопросами неграмотными, неправильно сформулированными. Креди в худшем случае не принесут никакую пользу, а в худшем случае навредят вашему доверителю. И то, что в каком-то конкретном случае это заключение было признано судом и положено в основу решение, вовсе не гарантирует вам, что в вашем случае будет то же самое. Вполне возможно, что на другой стороне окажется адвокат, который укажет на выход за рамки компетенции при ответе на те или иные вопросы экспертов-психологов. Иногда говорят там, я смотрю вопросы в интернете, в различных источниках. Представляется, что это тоже, конечно, такой неважный источник для поиска грамотно сформулированных вопросов. Очень разные встречаются формулировки. Я рекомендую вам для поиска таких вот типовых вопросов не только по экспертизам детско-родительских отношений, но и по другим экспертизам обращаться на сайт Российского федерального центра судебных экспертиз. Вот сейчас на слайде вы видите, как выглядит этот сайт. Красной стрелочкой обозначено здесь слева строчка возможностей. Если вы нажмете на эту строчку, то увидите перечисленные виды экспертиз, среди которых есть психологическая экспертиза. Нажав на эту ссылку, вы получите типовые вопросы судебно-психологической экспертизы, в том числе по детско-родительским отношениям. Но далеко не всегда ситуация типовая. И иногда приходится формулировать нетиповые вопросы. То есть если ситуация нестандартная, и вам нужно сформулировать какие-то вопросы, которых нет в перечне типовых вопросов, то вам хорошо бы вот этим навыком обладать формулирование грамотных вопросов. И здесь главное при самостоятельном формулировании вопросов судебно-психологической экспертизы, чтобы он с одной стороны относился к компетенции судебно-психологической экспертизы, а с другой стороны, чтобы он имел правовое значение. И вот самой распространенной ошибкой самостоятельного формулирования нетипового вопроса является как раз несоблюдение этих двух требований. Для того, чтобы сформулировать грамотно, правильно, нетиповой вопрос, я рекомендую вам использовать так называемые экспертные понятия. Экспертные понятия. Что такое экспертные понятия? Экспертные понятия носят междисциплинарный характер, такой промежуточный характер между правовыми терминами и психологическими терминами. И экспертные понятия имеют юридическое значение и влекут определенные правовые последствия. Они должны рассматриваться как уголовно-правовые понятия, наполненные определенным психологическим содержанием. Если вы вот по той ссылке, которую я вам на предыдущем слайде показала, посмотрите типовые вопросы, то увидите, что они составлены из вот этих экспертных понятий. Это такие словосочетания. Например, индивидуальные психологические особенности личности. Это экспертное понятие. Или негативное психологическое воздействие. Это экспертное понятие. И так далее. И вот из этих экспертных понятий, как из деталей конструктора Лего, вы можете составить свой собственный вопрос. Не надо ничего изобретать, какие-то термины свои. Не нужно. Нужно взять вот эти готовые экспертные понятия и составить из них вопрос. Приведу пример вам соответствия юридических понятий и экспертных понятий. Скажем, существует такое понятие, как беспомощное состояние. Это является квалифицирующим признаком в делах, например, о изнасиловании. Но мы не можем спросить экспертов-психологов, находилась ли под экспертное в беспомощном состоянии. Потому что если мы спрашиваем об этом, то мы провоцируем их на выход за рамки компетенции. Если они ответили на этот вопрос, то они вышли за рамки своей компетенции. И на этом основании можно опровергнуть все в целом заключение экспертизы. При этом существуют понятия экспертные, которые соответствуют вот этому правовому понятию беспомощного состояния. Это два понятия. Способность понимать значение действий и способность оказывать сопротивление. И формулируются вопросы экспертам следующим образом. Понимала ли, учитывая индивидуальные психологические особенности, и особенности психического состояния, в котором она находилась, под экспертное значение совершаемых с ней действий. Да, это первый вопрос. И второй вопрос, опять же, учитывая индивидуальные психологические особенности и особенности психического состояния, в котором она находилась, могла ли она оказывать сопротивлением. Ответ на эти два вопроса дают возможность юристам делать вывод о том, находилась ли потерпевшая в беспомощном состоянии. Но не всегда по тем же делам об изнасиловании или о действиях иного характера в отношении детей, которые бывают, совершаются родителям. речь идет о обратных действиях, о действиях сексуального характера. Эти вопросы не работают. А выяснение способности понимать значение действий, способности оказывать сопротивление, типовые вопросы. И в свое время, когда я работала в Центре по защите детей от насилия, и там были случаи сексуального насилия, физического насилия, психического насилия и так далее, мы сформулировали вопрос, он нетиповой, вы не найдете его в списке вопросов на сайте Российского Федерального Центра судебных экспертиз, который, однако, имеет правовое значение и сформулирован в экспертных понятиях, как он звучит. Имеются ли у подэкспертных какие-либо индивидуально-психологические особенности, характерные для детей, переживших сексуальное насилие? И в сексуальных преступлениях, где жертвами являются дети, этот вопрос может очень-очень пригодиться, при отстаивании своей правовой позиции адвокату, защищающему интересы ребенка, поскольку специалисты в сексуальном насилии отмечают определенные изменения в психике детей, пострадавших от сексуального насилия. Это некоторые специфические поведенческие реакции, нарушение сна, это появление страхов, это повышенная тревожность, это элементы регрессивного поведения, например, дети уже достаточно взрослые, подростки начинают грызть ногти, сосать пальцы, какие-то несвойственные возрасту сексуальные игры с самим собой, иногда даже открытая мастурбация. И дети часто испытывают чувство вины, отчуждения, они чувствуют себя какими-то плохими, грязными, виноватыми в том, что с ними произошло. Если насильником являться член семьи, то ребенок испытывает к нему амбивалентные чувства, двойственные чувства, такие двойственные по природе. Часто у таких детей заниженная самооценка. Выраженность, конечно, этих качеств может быть разной, безусловно, но эксперты могут обнаружить наличие этих качеств, и это поможет обосновать позицию защитника интересов ребенка в данном случае. Далее. Какие еще могут быть заданы вопросы по детско-родительским отношениям? Такие некиповые вопросы. Способен ли подэкспертный, речь идет о ребенке, такого-то года рождения вы указываете, к выработке и принятию самостоятельного решения по вопросу своего проживания с матерью? Вот способен он или нет? Даже если ребенок старше 10 лет, он вполне может быть не способен к выработке самостоятельного мнения. Может быть задан вопрос, является ли отвергающее отношение ребенка к одному из родителей результатом вовлечения ребенка в конфликт между матерью и отцом? Или результатом влияния со стороны матери и отца? Согласитесь, это гораздо более точный вопрос, чем вопрос о том, оказывалось ли матерью в процессе совместного проживания психологическое воздействие на ребенка. Вообще я рекомендую, когда вы составляете вопросы, сформулировать желаемый для вас ответ экспертов на этот вопрос. Вот сформулируйте его прямо в виде предложения. И эта формулировка поможет вам понять, даст вам что-то ответ экспертов или он будет бесполезен для отстаивания вашей правовой позиции. Если есть информация о наличии психического заболевания у ребенка или у родителя, то назначают комплексную психолога психиатрическую экспертизу и задают еще вопрос, не страдают ли под экспертным психическим расстройством, могут ли психические расстройства родителя оказать негативное влияние на психическое состояние и особенности психического развития ребенка. И здесь я должна сказать, что иногда адвокаты считают, что если у одного из родителей какой-то диагноз психиатрический установлен, то однозначно с таким родителем не нужно общаться ребенку. Это не так. Есть примеры заключений комплексных экспертиз в пользу общения с такими родителями. Если родитель проходит лечение, если он социализирован, то общение с таким родителем не представляет какой-либо опасности для ребенка и даже является это общение в интересах полноценного развития ребенка. Какие особенности можно указать характеристики списка оптимальных вопросов экспертам? Значит, первый главный критерий оптимального списка вопросов это соответствие правовой позиции адвоката. Казалось бы, совершенно очевидно. Я говорю вам об этом потому что перед моими глазами проходит огромное количество экспертиз и я вижу, как иногда адвокаты задают вопросы экспертам, дополняют список составленный одной стороной, дополняют список своими вопросами и при этом предлагают вопросы, которые не соответствуют их правовой позиции, ответы на которые не будут в их пользу. Я не понимаю, почему они задают эти вопросы. Например, в деле о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, если вы защищаете обвиняемого, то имеет смысл ходатайствовать о назначении судебно-психологической экспертизы способности несовершеннолетней правильно понимать значение интересующих светские события и давать о них правильные показания. Может оказаться, что такая способность нарушена и тогда показания этой несовершеннолетней не могут быть доказательством по делу, они вызывают сомнение, вернее так. Если же вы защищаете потерпевшую и вы уверены, что она находилась в беспомощном состоянии, то вас интересуют вопросы, понимала ли она значение совершаемых с ней действий и могла ли она оказывать сопротивление с учетом психического состояния и индивидуальных психологических особенностей ее. Потому что ответы на эти вопросы должны подтвердить на ваш взгляд беспомощное состояние потерпевшей. В гражданском деле по детско-родительским отношениям, в зависимости от того, чьи вы интересы представляете, тоже вопросы будут отличаться. Как и вообще ваша заинтересованность в проведении судебно-психологической экспертизы, вполне может быть, что вы в ней не заинтересованы. Ваш заявитель не заинтересован в проведении такой экспертизы. Здесь я хотела бы сказать, что действует правило такой лучший вопрос, незаданный вопрос. Если вы сомневаетесь, надо ли задавать этот вопрос, проконсультируйтесь у специалиста или не задавайте этот вопрос. Но это касается экспертиз. Вот допустим, когда речь идет о написании заключения специалиста, вы понимаете разницу между заключением эксперта заключения специалиста, заключение специалиста может быть выполнено по запросу одной из сторон, то тогда исследование может быть достаточно односторонним. То есть, скажем, приведу вам такой пример, когда меня привлекает адвокат для подготовки заключения специалиста в отношении своего доверителя и в этом заключении предлагается ответить на вопрос об индивидуально психологических особенностях доверителя, скажем, матери, с которой хотелось бы, чтобы проживал ребенок доверительный и ее стиль воспитания и психологические преимущества проживания скажем, дочери с этим родителем. И я отвечаю только на эти вопросы. Вот экспертиза такой не должна быть. Она должна быть всесторонникой, должна быть исследована и мать, и отец. В заключении специалиста мы можем позволить себе вот такую некоторую односторонность. и адвокат, в том случае, который я вам сейчас рассказываю, она рассказывала мне, как в суде, когда судья сказал ей, что вы тут предлагаете заключение, оно одностороннее. На это ответила в суде Ваша честь, я не должна собирать доказательства за адвоката ответчика, за адвоката с другой стороны. Я абсолютно была права в этом. Далее, какой важный еще момент, чтобы считать, что список вопросов, которые вы подготовили, является оптимальным. Желательно не задавать дублирующих вопросов. Иногда адвокаты считают, что чем больше вопросов ты задашь эксперты, тем лучше. И сталкиваемся мы с тем, что этих вопросов огромное количество повторяющихся, дублирующих один, другой. Например, задаются вопросы о том, каковы индивидуальные психологические особенности подэкспертного, и тут же имеется ли повышенная внушаемость. Но внушаемость это индивидуальные психологические особенности, или имеется ли склонность к фантазированию, имеются ли какие-то индивидуальные психологические особенности, которые могли существенно повлиять на ее способность давать показания. Это все про одно и то же. И у меня был случай, например, когда 13 вопросов предложенных экспертом одной стороны были дополнены еще, по-моему, 8 вопросами адвоката, и в итоге перед экспертами было поставлено больше 20 вопросов. 21 вопрос. Естественно, что эти вопросы дублировали друг друга. И это рассеивает экспертное внимание. Это может привести к тому, что, как вот в этом случае, о котором я рассказываю, эксперты просто взяли и в выводах одним абзацем ответили на все вопросы. То есть не стали даже делить эти вопросы. Иногда при этом пропускают какие-то вопросы по невнимания. Конечно же, желательно, чтобы вопросы были сформулированы грамотно с точки зрения русского языка, потому что иногда формулировки такие, что я не понимаю, о чем спрашиваю. И в качестве примера у меня есть такой вопрос записан, имеют ли подэкспертный по уровню своего психического развития полное соответствие завершения подростковых особенностей возрастных новообразований. Ну, странная такая формулировка, хотя у эксперта есть право проявить экспертную инициативу и переформулировать вопрос и указать, почему именно он считает необходимым переформулировать вопрос, но далеко не каждый эксперт будет этим заниматься это делать и если он отвечает на такой вопрос неграмотно сформулирован или возникает вообще вопрос о том достаточно ли научно обоснован вывод этого эксперта. Потому что я, например, думаю, что на такой вопрос невозможно ответить. Как показывает моя практика трех семи вопросов обычно бывает достаточно для того, чтобы охватить все обстоятельства для выяснения которых требуются специально психологические познания. Итак, формулировка вопросов очень важная и проверяя этот список вопросов, которые вы составили экспертам, психологам, обратите внимание на то, что он входит в компетенцию экспертизы, он требует специальных познаний и он имеет правовое значение. Эти критерии мы не забываем с вами. Теперь о экспертном учреждении, о выборе того, где вам предстоит проведение судебно-поскологической экспертизы по детской родительским отношениям. Можно разделить на три группы те экспертизы, которые я наблюдаю. Одни сделаны в экспертных учреждениях Министерства здравоохранения и социального развития Минздрава. И вы должны понимать, что эксперты, которые работают в системе Минздрава, подчиняются приказам Минздрава. И есть некоторая регламентация этих экспертиз, в том числе указание на то, какое количество тех или иных методов должны использовать эксперты, сотрудники этих учреждений. Есть экспертные учреждения при Минюсте России. Например, тот, что я уже упоминала сегодня Российский Федеральный Центр Судебных Экспертиз при Минюсте Российской Федерации и его многочисленные филиалы по всей стране. И эксперты, которые работают в этих экспертных учреждениях, должны руководствоваться теми методическими рекомендациями, которые написаны в этой системе. И есть третья большая группа экспертиз, которые выполняются в различных психолого-педагогических центрах, медико-социальных центрах, в НИИ, в ВУЗах и так далее. Какими-то частными экспертами. Собственно, на сегодняшний день не обязательно эксперт-психолог совсем не обязательно должен быть сотрудником экспертного учреждения. Даже в соответствии с законом на сегодняшний день он не обязательно должен быть сертифицированным экспертом. Хотя, конечно, если он является сертифицированным экспертом или если он является сотрудником экспертного учреждения, то доверие к такому заключению будет выше, чем если он не является. И если человек, сотрудник, извините, эксперт частный руководствует методическими рекомендациями для экспертных учреждений Минюста или разъяснениями по поводу оформления экспертиз с формулированными приказами Минздрава, то это тоже очень хорошо. Это повышает доверие к такому заключению. Тем не менее обязательного требования о необходимости сертификации на сегодняшний день нет. Далее. Важным вопросом, практическим вопросом для адвокатов является оценка заключений судебно-психологических экспертиз. И собственно заключение судебно-психологические экспертизы, так же, как и другие доказательства по делу, подлежат оценке. Согласно части первой статьи 88 УПК Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства совокупности, достаточности для разрешения уголовного дела. А в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 21 декабря 2010 года номер 28 указано, что заключение эксперты не имеют заранее установленной силы, не обладают преимуществом перед другими доказательствами и как все иные доказательства оцениваются по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. Аналогичное указание имеется и в ГПК Российской Федерации о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. И постановление, о котором я уже сказала, Пленума Верховного Суда от 21 декабря 2010 года, дается разъяснение понятия недостаточная ясность и полнота заключения эксперта. Вы видите его на слайде, я не буду его зачитывать и я готова предоставить презентацию эту для того, чтобы вы могли уже по завершению вебинара какие-то моменты еще раз прочитать, уяснить, повторить для себя и чтобы не перегружать свое выступление, не буду сейчас зачитывать разъяснения, которые даны в этом постановлении, но они имеют место, то есть разъясняется и что такое недостаточная ясность и разъясняется, что такое неполное заключение, если, например, нет ответов на какие-то из вопросов, то это неполное заключение. Почему я, кстати, когда на рецензию предлагают заключение экспертизы, прошу обязательно постановление о назначении экспертизы или определение суда, на основании которого это заключение было сделано, потому что иногда вопросы, которые в этом постановлении или в этом определении, они не в точности переносятся в заключение экспертизы, а как-то в измененном виде. Или, например, был такой случай, когда суд вынес определение о проведении по гражданскому делу судебно-психологической экспертизы. Семья состояла из папы, мамы, двух детей, бабушки и дедушки. И там было множество вопросов, касающихся детско-родительских отношений А когда мне принесли для рецензии, я говорю, принесите заключение экспертизы Оказалось, что это шесть отдельных экспертиз. Шесть отдельных экспертиз. Одна экспертиза по одному ребенку, другая по другому, третья по одному родителю, по другому родителю, по бабушке, по дедушке. Отдельные экспертизы, выполненные разными экспертами. А кто исследовал детско-родительские отношения? Помните, я в самом начале сегодняшнего выступления говорила, что предметом, объектом является детско-родительские отношения. А кто их исследовал? Если один эксперт исследовал одного ребенка, а другой исследовал родителей, а третий бабушек и дедушек, никто не исследовал. Значит, неполные и выводы необоснованные. И здесь же поясняется, что такое необоснованное заключение, в том числе судебно-человеческой экспертизы. На этом слайде выдержки из закона о государственной судебно-экспертной деятельности, о том, что исследование должно проводиться на строго научной и практичной основе, пределах соответствующей специальности, всесторонней и в полном объеме. О том, что исследование не вполне научно, посленно вам могут сказать следующие моменты. Например, употребление экспертами терминологии нейролингвистического программирования. Нейролингвистическое программирование, или NLP, это практическое направление психологии, которое не признано на сегодняшний день официальной наукой не в одной стране мира, подчеркиваю, не только в России, но и не в одной другой стране мира. И если эксперт использует терминологию NLP, это основание предположить, что выводы недостаточно научные. Или, например, когда он ссылается на ненаучную литературу, скажем, а на литературу популярную. Предположим, ссылается на книги Алана Пиза. Я сама иногда рекомендую адвокатам, читая лекции по разным темам, связанным с психологией, адвокатской деятельности, когда мы рассматриваем вопросы, скажем, невербального общения, я обычно рекомендую прочтение этой книги, потому что она легкая, она доступная, она содержит много интересных практических рекомендаций. Но Алан Пиз не является ученым. Он не получил никакого специального психологического образования. Это просто известный человек, который ездил со своим шоу по Америке, и он издал множество книг любопытных, ставших бестселлерами мировыми. У него была своя телевизионная программа, но он не ученый. И ссылка на его книгу дает основание предположить ненаучность экспертизы. Далее, смотрите, заключение эксперта должно основываться на положениях, которые дают возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов. То есть, конечно же, хотелось бы, чтобы в заключении экспертизы были указаны конкретные, скажем, баллы по тем методикам, которые были применены экспертами. Чтобы можно было проверить, действительно ли у него, у подэкспертного, вот эти индивидуальные психологические особенности. Если указаны баллы, я могу это проверить. Кстати, в одном из рецензируемых заключений использовалась методика Кителла, 16-факторный тест Кителла. Это довольно распространенная методика, проверенная практикой. Это замечательно, что ее использовал эксперт. Но когда я начала читать текст и увидела указания там на те баллы, которые получил эксперт при проведении исследования, поначалу я очень-очень этому обрадовалась, потому что думаю, ну как хорошо, да, можно сверить баллы и выводы, которые сделал эксперт. Оказалось при этом, что эксперт выборочно выборочно описал только те параметры, обнаруженные, которые были в пользу подэкспертной. Речь шла о детско-родительских отношениях и о индивидуально-психологических особенностях. То есть указал, скажем, на ее высокий интеллект, на гибкость мышления, на творческий характер мышления, при этом проигнорировал баллы, которые говорили об эмоциональной неустойчивости, да, склонности к рискованному поведению. Вот наличие баллов, цифр по методикам, которые использовались экспертами, оно позволяет соотнести те выводы, которые эксперт делает с примененными методиками и самим исследованием. Конечно, это всегда приветствуется, это очень-очень хорошо. Когда вы самостоятельно оцениваете качество выполненной экспертизы судебно-психологической, то соотноситесь с требованиями по оформлению этой экспертизы. Вы знаете, что экспертиза должна включать в себя три основные части. Вводная часть, где указывается на основании чего и кем проводилась экспертиза, когда, кто присутствовал, подписка эксперта, вопросы. Иногда здесь же литература, иногда она дальше по тех, что встречается. И здесь очень важно все это внимательно прочитать, потому что у меня был случай, когда, например, назначена была экспертиза, а заключение выглядело как заключение специалиста. То есть нужно что отнести на основании чего и что в этом определении суда записано, что назначена экспертиза, почему тогда выполнено заключение специалиста. Непонятно, да? Здесь же указывается квалификация эксперта. Кто присутствовал? Тоже очень важный момент, особенно в экспертизе по детско-родительским отношениям. Присутствовали ли родители при проведении исследования? Или еще кто-то, да, может быть, присутствовал? Это должно быть обязательно отмечено. Сколько времени проводилась эта экспертиза? Продолжительность. Есть случаи, в моей практике были, когда экспертизы проводились в течение полутора часов. Это невозможно просто. Чисто физически это сделать невозможно. И однажды мне на рецензию с разницей в несколько месяцев поступило два заключения, выполненных в одном и том же экспертном учреждении. И когда я посмотрела номер заключения, сравнила, вычла из большей цифры меньше, то получилось, сколько было проведено этим экспертным учреждением экспертиз вот в течение этих шести месяцев. И разделила на количество рабочих дней. Получилось, что они делают два-три заключения в день. Это экспертное учреждение. Это была комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. И любопытство ради я заглянула на сайт этого учреждения. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что в этом учреждении не работает ни один психолог вообще. Экспертиза была, по сути, психологическая. В принципе, учреждение может привлекать, конечно, со стороны специалиста. Закон предусматривает такую возможность. Но если один и тот же специалист, привлеченный со стороны, два-три заключения делает, то ты понимаешь, что невозможно сделать их качеством. Учитывая, что анализ материалов дела является одной частью экспертизы судебно-психологической. Это просто невозможно физически. Далее исследовательская часть заключения. Там описываются юридически значимые ситуации, материалы дела, объекты исследования, представленные эксперту. Описаны методики, результаты по каждой методике и так далее. Далее выводы. И выводы должны грамотно быть сформулированы. Точно, конечно, выводы зависят от того, как сформулированы вопросы. В идеале вопросы сформулированы так, чтобы ответы были «да», «нет» или конкретно перечисляли какие-то признаки, скажем, каковы индивидуально-человеческие особенности под экспертами. И в выводах перечисляются эти особенности. Ну и заключение должно включать приложение. Это материалы, иллюстрирующие заключения, графики, таблицы. Если выполнялись какие-то тесты рисуночные, скажем, что, значит, рисунки должны быть приложены или бланки ответов под экспертного, то есть тем, чтобы можно было проверить выводы, которые сделал эксперт. Итак, некий чек-лист для вас, чтобы вы могли проверить заключение эксперта, оценить его без участия специалиста. Я говорю о той ситуации, когда у вас нет возможности привлечь специалиста для оценки заключения, о том, что вы можете сделать самостоятельно. Итак, вы смотрите, что все три части заключения имеются, да, и вводная, и исследовательская, и, значит, выводы. И в обводной части вы видите, предупрежден ли об ответственности эксперты, и когда он поставил подпись, потому что там предупреждение об ответственности, дата еще иногда указывается, и иногда получается так, что эксперт предупрежден об ответственности одновременно с тем, когда он подписывал уже заключение итоговое. Это вроде как формально такая ошибка и мелочь, казалось бы. Конечно, на допросе, если будет допрос эксперта в суде, он, скорее всего, скажет, ну, это техническая ошибка, конечно, я был предупрежден заранее. Тем не менее, когда этих недочетов набирается много, то это позволяет усомниться в истинности, в достоверности, в научной обоснованности, в том числе и этой экспертизы. Далее вы смотрите на основании чего экспертиза проводилась, потому что иногда назначается комплексная психолога, скажем, лингвистическая экспертиза, а проводится отдельно психологическая и лингвистическая экспертиза. Такое бывает, случается. Кроме того, стоит посмотреть, как называется вид экспертизы, обратите внимание, потому что в моей практике случались такие казусные ситуации, когда, например, динозировать приходилось графологическую экспертизу, и на сегодняшний день нет такого вида экспертизы. Графологическая графология — это не наука, не имеет статус науки у нас, и такого вида в перечне экспертизы нет, она отсутствует. Или, скажем, иногда у нас любят назначать психологопедагогические экспертизы. Такого вида тоже экспертизы нет. И об этом неоднократно указывалось в различных источниках, статьях, в том числе руководителя психологической лаборатории Российского федерального центра и судебных экспертиз, о котором я ранее сегодня говорила, нет такого педагогического вопроса, который не мог бы решить психолог. То есть нет необходимости назначать психологопедагогическую экспертизу. Привлечение педагогических знаний специальных, оно не обосновано. Далее вы смотрите, какова квалификация эксперта, уточняйте ее по тем данным, которые указаны в заключении. Иногда, например, указывают специальность. И бывает, что эта специальность эксперта не соответствует предмету исследования. Например, на сегодняшний день существует две специальности. 20.1 в списке экспертизы, специальности, утвержденных Миньюстом. 20.1 называется «Исследование психологии человека». И вторая специальность 20.2 называется «Психологическое исследование информационных материалов». Да, это приказ Миньюста в редакции от 19 сентября 2017 года, номер 169. И если исследуются, скажем, тексты или видеозаписи, то понятно, что должна быть специальность 20.2. А если исследуется человек и психология человека, то предпочтительная специальность 20.1. Далее вы смотрите, кто подписал ответы на вопросы, потому что иногда бывает так, что экспертиза комплексная, психолого-лингвистическая, например, а ответы на лингвистические вопросы подписывает не только лингвист, но и психолог, и наоборот. И это нарушает пределы компетенции экспертов. И про комплексные экспертизы в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года, номер 28, о котором я уже упоминала сегодня, говорится, что в заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты лично он установил и к каким пришел выводам. И каждый эксперт вправе подписывать общее заключение либо ту его часть, которая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований. Поэтому смотрите, кто подписал, если комплексная, то имеется ли синтезирующая часть, потому что она также должна быть. Были случаи, когда судебно-психологическую экспертизу подписывали психиатры, педагоги, социальные работники. Будьте внимательны, посмотрите, кто именно подписал. Принцип проверяемости. Соблюден ли этот принцип? Согласно закону об экспертной деятельности ФСЗ-73, заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов. Статья 25 этого же закона, что в заключении эксперта должны быть представлены содержание и результаты исследования с указанием примененных методов. Бывает, что эксперты не указывают эти результаты, опускают этот момент. Далее, конечно, вы обращаете внимание на квалификацию эксперта и на вопросы, не выходят ли они за рамки компетенции. Типичные ошибки. Далее, на слайде будут перечислены типичные ошибки. Это первое процессуальное нарушение, самостоятельный сбор данных. Например, когда эксперт побеседовал с членами семьи при проведении экспертизы в отношении ребенка самостоятельно, не в рамках экспертизы, провел его. Далее, неполнота исследования. Неполнота исследования. Обследуется, например, только ребенок, хотя стоит вопрос о взаимоотношениях с родителем. Или обследуется только один из родителей. Я говорю сейчас именно о заключении судебно-психологической экспертизы. Не о заключении специалиста. Я уже упоминала о разнице принципиальной, а именно о заключении экспертов. Значит, вот это неполнота, односторонность исследования, когда заключение написано в позиции только одного из родителей, как правило, обратившегося с хозяйством о назначении экспертизы. И здесь важно соблюсти вот это равновесие. Тоже ранее я упоминала в формулировке вопроса каковы психологические плюсы или преимущества, недостатки, минусы проживания с тем и другим родителям. Далее, нарушение процедуры обследования иногда детей дошкольного возраста, несоблюдение требований в продолжительности, если, например, ребенка там обследовали три часа пятилетнего, то совершенно очевидно, что это невозможно сделать, да, в таком возрасте ребенок столько времени не удерживает внимания. И нужно учитывать возрастные особенности подэкспертного. Далее, что касается нарушений иногда процедуры обследования, в принципе, не возбраняется родителям присутствовать при проведении экспертного исследования в отношении ребенка, но тогда это должно быть указано быть в заключении экспертизы и обязательно это должно быть учтено при анализе результата, то есть не должен быть игнорирован эффект, который создает конфликт лояльности у ребенка. Бывает, что неадекватный выбор методик исследования. Однажды я рецензировала заключение, в котором пятилетнему ребенку был предложен тест ММПИ, который включает в себя 500 с лишним вопросов. Понятно, что эта методика неадекватно совершенно выбрана. и скажем, если вопрос задается относительно психического состояния ребенка, а я смотрю, методы все направлены на исследование познавательной сферы или там из 10 методов перечисленных экспертом 8 или 9 именно о познавательной сфере подэкспертного и только один касается психического состояния либо вообще ни одного или используют проективные методики, которые не являются основными, не могут быть основными экспертными методиками, а могут быть только дополнительными методиками. Что такое проективные методики? Это рисуночные, например, тесты или это тест Люшера такие 8 разноцветных карточек, которые раскладываются перед подэкспертным и просят выбрать ту, которая больше всего нравится. Если выбирается только такая методика для оценки психического состояния подэкспертного, это не соответствует задачам экспертизы. И не могут быть выводы научные. У меня был такой случай, когда вообще только на основании теста Люшера эксперт сделал вывод о своем подэкспертном. Далее ошибки интерпретации данных, тестирования, когда необоснованно, ненаучно или чрезмерно прямолинейно толкуют проективные тесты, особенно рисунки. Какие-то недостаточные данные на их основании категоричные суждения об отношении к родителям на основе, например, одного рисунка семьи, это просто абсолютно ненаучно. Далее такой довольно распространенной ошибкой является отсутствие психологического анализа материала в дело. Психологический анализ материала в дело это обязательный метод судебно-психологической экспертизы. Он дает огромный материал для анализа, для возможности сделать выводы и, как правило, анализ материала в дело предваряет экспериментально-психологическое исследование и помогает определиться с методиками, которые эксперт выберет в данном случае. Иногда происходит замена анализа материалов дела, подменяется этот анализ просто чрезмерным цитированием материалов дела. Это не одно и то же, безусловно. Или вы видите анамнез, психиатры оставили анамнез, это тоже не то же самое, что анализ материалов дела. Конечно, это недопустимо абсолютно такое нарушение. Далее выход эксперта за пределы компетенции пояснило уже эту ошибку. Что касается методов судебно-психологической экспертизы, то это такая часть нашей беседы с вами о судебно-психологической экспертизы, которая может показаться, может быть, несколько сложной и, может быть, вам кажется, что излишней, но я, например, считаю, что вы вполне в состоянии определить, соответствуют ли методы, которые выбрал эксперт, задачам экспертизы. Сегодня при помощи интернета вы можете определить, на что направлена любая методика, которую использовали эксперты. и разницу между методиками, направленными на оценку индивидуально-психологических особенностей и психического состояния вполне понимаете. И если задача оценка индивидуально-психологических особенностей, то эта задача должна быть выполнена на основе методов, которые оценивают именно индивидуально-психологические Если задача оценка психического состояния, то это другие методы, которые позволяют оценить психическое состояние. На этом слайде и на следующем слайде перечислены некоторые методики, которые используются в судебно-психологической экспертизе, вот здесь со ссылочкой на источник Ингалычев и Шипшин, судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе, вопросы теории и практики. В этом пособии указаны типовые методики, которые рекомендуется использовать в судебно-психологической экспертизе детско-родительских отношений. Посмотрите потом повнимательней, если вам интересно. Вот здесь приведен пример использования теста «Дом-дерево-человек», довольно распространенная методика, проективная методика. Обращаю ваше внимание, рисуночные тесты – это проективные методики, они могут использоваться только в качестве дополнительных методов, только как дополнительные. Есть строго регламентированные методики, они дают более точный результат, и при их интерпретации не так высоко влияние личности экспериментатора, они не такие субъективные. Как вот эти рисуночные тесты, это, скажем, рисунок «Моя семья». На основе этих тестов нельзя сделать итоговые выводы. Набор методик не является раз и навсегда данным, тем не менее, жестко очерченным он не является. Конечно, эксперту предоставляется право самостоятельно выбрать эти методики, но, тем не менее, определенные принципы должны быть соблюдены. И на этом слайде вы видите основные ошибки выбора методов. Как итог того, о чем я сейчас говорила, это несоответствие задачам, это использование только одной методики. Это использование методики без учета возраста и использование непроверенных практикой или ненаучных методик. Вот когда вы оцениваете методы, которые использовал эксперт, обратите внимание на эти моменты. Есть такие ошибки или нет. И, наконец, мы подошли к той части, которую я считаю самой сложной для адвоката. Это проведение допроса эксперта в суде сложной, потому что эксперт при этом находится на своей территории, а адвокат как бы вступает на территорию, в которой не так уж хорошо разбирается. Он не специалист в этом, он не обладает какими-то специальными познаниями психологическими. И здесь очень важно, чтобы вы понимали, что цель и задачи допроса эксперта в суде, они отличаются в зависимости от того, какую позицию вы представляете, интересы какой стороны вы защищаете. Если вы представляете ту сторону в обосновании позиции, которой сделаны выводы судебно-психологической экспертизы, то ваша задача устранить пробелы, допущенные при назначении и производстве экспертизы, и доказать обоснованность выводов экспертизы. То есть получить еще одно доказательство, показания эксперта. Если же вы на стороне правовой позиции, которая противоречит выводы эксперта, то у вас другая задача поставить под сомнение обоснованность выводов эксперта, выявить изъяны заключения экспертизы с тем, чтобы в последующем исключить его из числа доказательств. И кажется, что это очевидно, однако, когда мы на тренингах это в игровой форме разыгрываем, то удивительно, но бывает адвокаты начинают задавать вопросы эксперту, ответы на которые не в пользу той правовой позиции, которую они защищают, представляют, отстаивают в суде. Здесь, опять же, правило таково. Вы должны знать ответ, который вам даст эксперт. То есть не нужно задавать вопросы, ответы на которые вы не знаете. Задаем вопросы только те, ответы на которые вы точно знаете. Суд не место для того, чтобы что-то выяснить. Это место, чтобы донести некоторые данные, некоторую позицию до суда, озвучить ее еще раз, обратить внимание на какие-то аспекты дела, на какие-то стороны дела. Что касается вопросов эксперту в суде, то их можно условно разделить на три основные группы. Это вопросы, которые касаются уточнения компетентности эксперта, сколько вы работаете в центре, допустим, экспертиз, какой ваш общий стаж работы психологом. Цель таких вопросов – повысить доверие к эксперту и к выводам экспертизы. Или, напротив, вызвать сомнения в его компетентности. И если вы знаете, что эксперт обладает всевозможными регалиями, то он очень компетентный. Вы его допрашиваете, да, а выводы, которые он сделал, не в пользу вашего доверителя, не надо задавать множество вопросов на тему уточнения компетентности эксперта. Потому что это будет не в вашу пользу. Конечно, он тут начнет рассказывать, какой он опытный эксперт. Зачем вам это? Да, опустите эти вопросы. Не акцентируйте на них внимание, даже если они задаются другой стороной или судьей. Далее, следующая группа вопросов – это вопросы, касающиеся соблюдения закона при проведении экспертизы. Это когда вы были предупреждены об ответственности, там, допустим, почему дата предупреждения об ответственности совпадает с датой окончания проведения экспертизы. Цель, понятно, дискредитировать заключение экспертизы. Хотя, скорее всего, эксперт пояснит, что это техническая ошибка. Ну, нас, когда я училась на эксперту, например, учили, что мы должны отдельным документом оформлять предупреждения об ответственности. То есть это даже отдельный документ, а не в самом заключении экспертизы. И третья группа вопросов – это вопросы по существу проведенного исследования и данного экспертами заключения. И это, может быть, самые сложные такие вопросы. Это могут быть вопросы, касающиеся методик. Например, является ли примененная методика общепринятой? Является ли она сертифицированной? Является ли она проверенной практикой? Или она эксклюзивна? Может быть, авторская методика. Имеются ли другие методики для решения, поставленные перед вами как экспертам задачи? Почему бы вы выбрали именно эту методику? Были ли соблюдены условия применения данной методики? Все ли исходные данные учтены? Достаточно ли признаков и их совокупности для того, чтобы сделать тот вывод, который вы сделали, допустим, о негативном психологическом воздействии? По каким признакам вы пришли к выводу о том, что на подэкспертного было оказано негативное психологическое воздействие? Или какова достоверность выводов по данному виду исследования? И так далее. И здесь я должна сказать, что существует две основные тактики проведения допроса эксперта-адвокатам. Здесь на слайде вы уже видите список литературы, пока можете его изучать, а я еще закончу свою мысль. Две основные тактики. Первая тактика связана с агрессивным поведением. Такое агрессивное поведение, когда вы ловите на противоречиях эксперта, когда вы задаете для него вопросы какие-то болезненные, скажем, сколько экспертиз вы провели за последний год. Если вы знаете, что это единичная его экспертиза, конечно, этот ответ ему не очень приятно произносить вслух. Он понимает, что это снижает ценность экспертного заключения, которое он сделал. Это такая достаточно агрессивная тактика. Но есть и неагрессивная тактика проведения допроса, когда вы уточняете какие-то моменты экспертизы, когда вы, уважая, демонстрируя уважение к специальным знаниям эксперта, просите просто уточнить его некоторые моменты, да, и вы устанавливаете психологический контакт с допрашиваемым, и затем начинаете задавать цепочку вопросов. Я эту методику называю именно так, цепочкой вопросов. От наименее тревожных для него, которые не вызывают у него какого-то страха, беспокойства по поводу того, какой он ответ даст, до тех в конце этой цепочки вопросов, которые вас интересуют. Ну, например, с кем ребенок пришел на экспертизу? Спрашиваете вы эксперта, если вы знаете, что он пришел, например, с мамой. Да, и эксперты отвечают, с мамой пришел, да. Вы заключение посмотрели, изучили, вы видите, что там указан метод наблюдения в качестве методов, и спрашиваете, применяли ли вы метод наблюдения, да, при проведении экспертизи? Эксперт вам скажет, да, я применял. Ну, вот вы наблюдали за взаимоотношениями матери и ребенка. Скажите, пожалуйста, каковы эти взаимоотношения, охарактеризуйте их. Ну, скорее всего, вам эксперт скажет, что взаимоотношения хорошие, да, замечательные, что они так дружненько общались, контакт между мамой и ребенком имеется психологически. Я говорю о ситуации, когда эксперт сделал заключение в пользу мамы, да, а вы, например, защищаете интересы отца в этом споре. Далее вы спрашиваете, значит, мама, можно ли назвать, например, отношения уважительные, или они неуважительные между мамой и ребенком? Эксперт скажет, уважительные, да. Как вы считаете, спрашиваете вы, а является ли мама авторитетом для ребенка? И эксперт, конечно, скажет, да, является. А затем вы спрашиваете, значит, мнение мамы по различным вопросам является для ребенка важным? И далее берете заключение и говорите, на странице такой заключения вы пишете, что мама оценивает бывшего супруга как у живого, невнимательного, жадного. Влияет ли мнение матери, пользующегося уважением ребенка, находящегося с ним в дружелюбных отношениях, являющегося для него авторитетом, на мнение ребенка? Здесь эксперт будет вынужден ответить «да». И тем самым вы озвучите в суде тот факт, что мнение по отношению к отцу было сформировано под влиянием матери, психологического воздействия со стороны матери. И в заключение хочу привести вам цитату из рекомендации эксперту. Любопытный текст, он составлен в криминалистической лаборатории полиции Сан-Франциско. Вот рекомендации эксперту перед его допросом в суде. Здесь написано следующее. Не поддавайтесь на провокации, когда вас адвокат допрашивает. Если вы потеряли хладзнакомье, считайте, что вы проиграли. Адвокаты будут стараться переходить на личности в надежде, что вы взбеситесь. И это очень неприятно, но надо терпеть. Помните, что когда адвокат начинает переходить на личности, значит у него за душой ничего нет, никаких доказательств или иных серьезных вещей. Имея дело с адвокатами, как до, так и во время судебного заседания, следует помнить, что у них мозги устроены несколько по-другому, чем у экспертов. И к доказательствам у них принципиально иной подход. Если эксперты стараются получить как можно более точный результат, то адвокаты наоборот, чем больше муки, тем чудеснее. Если адвокат пытается вас завалить, разбить вашу экспертизу, помните следующее. Первое. Вы разбираетесь в своем предмете лучше, чем адвокат. Второе. Судьям эксперты нравятся больше, чем адвокат. И третье. Нет большего удовольствия, чем убедить адвоката в том, что он взялся не за ту работу. Ну, я надеюсь, вы улыбнулись, когда я зачитывала эти рекомендации. И я их привожу для того, чтобы обратить ваше внимание, что, конечно же, это состязание, допрос в суде эксперта. И очень важно чрезвычайно тщательно подготовиться к этому мероприятию. И быть готовым. И в зависимости от ситуации выбирать не только агрессивную тактику допроса, но и неагрессивную, пример, который я вам привела. Извините, вот немножко растянулась моя лекция. Я планировала ответить на вопросы ваши, а времени очень мало. Но я все-таки постараюсь на какие-то ответить. Если не успею, обратите внимание, есть мой телеграм-канал. Здесь он на последнем слайде, где я некоторые данные, информацию выкладываю по экспертизе и по психологии в адвокатской деятельности. Здесь адрес моего сайта приведен. Вы можете написать мне, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Значит, многие ученые считают, что психология — это уже наука. Основание для назначения экспертизы. Требуется познание в области науки, с учетом этого, к чему можно отнести психологию. Но я даже не буду спорить ни с какими учеными. Я предлагаю руководствоваться вам приказом, Министерство юстиции Российской Федерации от 27 декабря, которое я уже упоминала сегодня, 2012 года, где утвержден перечень родов, видов судебных экспертиз, выполняемых федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений. И здесь приведена психологическая экспертиза. Вот две специальности, о которых я говорила. 20.1 — исследование психологии человека, и 20.2 — психологическое исследование информационных материалов. А насчет того, что ученые... Я бы не сказала, что ученые. Я бы сказала, что как раз не ученые люди утверждают, что психология — это лженаука. Исходя из стандартов оформления заключений, эксперт должен прикладывать первичную документацию результата исследования экспертизы, чтобы можно было дать оценку научности и обоснованности выводов. Если эксперт не приобщает таковых, мотивируя тем, что после исследования они были уничтожены, можно ли поставить под сомнение выводы эксперта вследствие невозможности проведения верификации? Ну, конечно, можно поставить под сомнение. Он обязан хранить эти материалы, даже если он их в качестве приложения не прикрепляет к заключению, они должны быть у него, и при необходимости он их должен предъявить, да, в суде, показать. И, может быть, да, назначена факторная экспертиза, безусловно. Так, насколько реально оспорить мнение ребенка старше 10 лет, выраженное им в суде с помощью судебно-технологической экспертизы? Реально. Для этого нужно задать экспертам вопрос о том, способен ли данный ребенок к выработке самостоятельного мнения и не сформировано ли данное мнение под влиянием воздействия конфликтной ситуации между родителями или, может быть, целенаправленного воздействия одного из родителей. Эти вопросы я сегодня уже ранее озвучивала. Ну, здесь вот вопросы, к сожалению, те, которые я, в общем, уже и говорила. Не является ли право экспертной инициативой выхода за рамки компетенции? Нет, компетенция ограничена предметом психологии как науки, да, этими методами, которые она может использовать, с одной стороны, и тем, чтобы эксперты не вышли за рамки и не ответили на вопросы правового содержания. Вот чем ограничено. А экспертная инициатива заключается в том, что эксперт, например, переформулирует вопрос неграмотный на более грамотный или он пишет, считаю важным, целесообразным ответить еще и вот на такой вопрос. И если этот вопрос, который он формулирует в рамках его компетенции, то, конечно, ни о каком выходе за рамки компетенции нет речи. Ну, наше время, к сожалению, подошло к концу. Я отвечу на ваши вопросы, если вы напишите мне по адресу на сайте указанному. Спасибо огромное вам за внимание, за то, что вы были со мной сегодня здесь. Благодарю вас. Всего вам доброго, здоровья. До свидания.